Давай, не стесняйся, сильней, хопни, открой пасть! Ну-ка давай, глотай крючок! Давай, хватит прибора черепить! Ну-ка давай, ну-ка хватай! Шире ротик открывай, хвостиком активнее лохай! Хоп! Ну что такое, а? Рыба какая-то полуленивая в этих месинах, должна же быть агрессивная, кидаться на всё! Ну что же, отштормовались мы в Вибомарине, и сейчас начинаем идти в месины. 5 утра 30 минут, 5 часов 30 минут утра, мы вышли из Вибомарины. Могу сказать, трафик здесь серьёзный. Мало того, что на якоре стоял какой-то непонятный штук, потом за нами выскочил рыбак, А теперь вот такая вот штуковина. Такой вот парусник огромный, двухмачтовый, как мы видим, в ночи догоняет нас. Во-во-во! Видали как? Ну что же, денёчек обещает быть интересным, потому что месины есть месины. Но на этот раз мы предусмотрели течение. Надеемся, что ветер совпадёт с прогнозным. И мы проскочим на раз-два-три. Вон, смотрите, какую красоту наводит. Уже большую часть парусов открыл косы. А может быть, кстати, и все косые. Там собака живёт, это точно я знаю. Вот так вот мы наблюдаем, как сосед ставит парус. Они там прям какие-то кричалочки кричат. Ну, что-то остановились. Устали, наверное. Да, видать, задача не из легких. Наверное, тоже поштормовали маленечко и пошли в мессины. Курс очень уж похож на наш. Наверное, на Мальту домой, потому что флаг-то мальтийский. Мы же верим, что они с Мальты, из-за того, что флаг мальтийский. А ещё веселый Роджер, они тоже ходят, но ночью к яхтам подходят, а орут что-то. Орут что-то и веселого Роджера поднимают. А оказывается, просто они парус ставят. А то мы уж думали, перепугаться, что ли. Тоже первый уловчик, кажется, приближается на эту удочку. И на кальмарика. Сейчас достану. Подожди. Вот такой вот улов, ребят. И вот наш улов. Такая нормальная селёдочка. Ну вот ещё парочку, и нормальный обед будет сейчас. Селёдки. Вот мы и подобрались к тропею. Уже ветер слабенький, поэтому идём в комбинации парус плюс двигатель. Потому что спешим на попутное течение в месинах. Опаздывать нельзя. Иначе придётся совсем сурово. Как-то ветер гуляет здесь, то дует, то не дует, то слева, то справа. Ну, уже раз в пять, наверное, ставил и убирал парус. Ну, что делать? Надо-надо успевать нам как-то на течение, учитывая ошибки прошлого. Но наши улечки пока стоят. Соответственно, одну рыбку вытащили. Ну, вытащил. Шанечка легла спать. Мы так договорились, потому что в пять утра встали. Решили, что сразу же кофе пить не будем. Мы наоборот поспим. С утра доспим то, что не доспали. И, соответственно, уже в месинах, чтобы оба были свеженькие. Потому что там и ветер должен разгуляться, течение, всё остальное. Ну, большую улечку кто-то постоянно перебит. На маленькую что-то уже забили. Но вот маленькая как раз нам селёдочку нашу и принесла. Ну, посмотрим. Посмотрим. День длинный, а то и два. Поэтому время есть. До Мясинского пролива остаётся где-то 23 мили. Курс практически на него лежит у нас. Прогноз, как всегда, 100% не сбылся по направлению. Скорость очень странно прыгает. То 3,5, то 4,5. То есть, ну, ветер более-менее стабильно держит. Силу 17-19. Но, видимо, здесь уже идёт какой-то стык течений. Одно нас подхватывает и тащит. Другое притормаживает. Потому что вроде как уже, если смотреть на карту, уже подходим близко к этому интересному местечку, где Одиссей, точнее, не Одиссея, а матрос Одиссеев выпустил 4 метра наружу, да, и здесь всё крутит, вертит. Всё, что угодно происходит. Вот так вот выглядит материковая часть Италии. Там вдалеке у нас с вами Сицилия. Здесь, смотрите, пожалуйста, это Стромболи вулкан. Сегодня попукивают что-то так конкретно. Конкретно попукивают. И там впереди где-то видно ли пари. Не знаю, камера, наверное, не очень видно. Но, тем не менее, есть. Рыбаки рыбачат потихоньку. Мы тоже рыбачим, но пока с прошлых кадров успехов не прибавилось. Наблюдайте, как прыгает скорость. Интересное занятие, потому что... Сейчас вот идём три узла. Стабилизировалось всё, что ли. Зашли в течение. Только что просто прыгало 2,8-4,8. А, вот. Видите, скорость. Причём ветер, вот он как бы достаточно стабильно ведёт себя. Ну вот. Видимо, вступили в борьбу с течением часика 3-4. А оно сменится в другом направлении. Надеемся. Проходим местного рыбачка. Он-то уже сетью 100 пудов наловил. И скумбрию, и макрель, и тунец наверняка там в ассортименте. Вот. Выбирает уже сеточку. Молодец. А нашу пока что-то рано выбирать. Она нам не сообщает о том, что... клюнуло чего-то. Ну всё, разошлись. А то он рыбак, мы под парусом, мы ему должны наступать. Блин. Как это делать с таким течением? Ну вот, скорость уже стала 2,9. Только что 4,2, кстати, была. Витр немножко стал помельче. Ну вот, не знаю, ползём потихонечку. Надеюсь, что там подхватит. И как полетим! Почитайте. Кремлёвский. Где-то за 10 миль до подхода к Мессинам отстаиваются сухогрузы, контейнеровозы. Вот интересно, они ждут какого-то специального разрешения или просто ждут течения, к которому мы спешим, или чего-то другого ждут. Мы вот уже подходим к Мессинам. Ярким знаком Мессин является вот эта огромная вышка, которая стоит на материке. А с правой стороны, там в горе, тоже стоит такая же вышка. И между ними натянуты провода. Видимо, это такой энергомост или телекоммуникационный мост, чтобы под ним могли проходить сухогрузы. А тут вот, где рыбачки стоят на резиновой лодке, только что прыгала рыба такая же, как мы поймали. Мы её назвали скумбрия, хотя это, скорее всего, не так. Перестала прыгать, не хочет, чтобы её снимали. Ну вот, мимо нас проходит некая землечерпалка. Что-то, наверное, начерпалась уже земли и идёт на отдых. А может, перегон у неё. Как знать, как знать. Ну а нас, тем временем, течение Мессин уже подхватывать начинает. Нельзя сказать, что прям несёт, но мы, во-первых, далеко, во-вторых, оно ещё не набралось силу. Скоро вступит в полную силу. И понесёмся. Выключим двигатель уже, надеюсь. А вот это явно какой-то военный корабль. Даже похож на какой-нибудь вертолётоносец, судя по обводам. По форме корпуса, точнее говоря. Да. Такие дела. А вот и вертолёт. Он чуть мимо пролетел. Мы уж думали, всё, сейчас будет. Сажать его на палубу. Было бы интересно посмотреть. Никогда не видел в живую, как это происходит. Вот он, город Шила, который нас в своё время приютил. После того, как мы прошли Мессинский пролив впервые, тогда мы почему-то не учитывали течение. Ну, как-то расслабились, да. То есть, это видео вы наверняка видели. Наша скорость была тогда полтора-два узла. Мы маленечко подвымотались. Потому что ветер был встречный 35-40. Сейчас же мы уже учли ошибки прошлого. Изучили, так сказать, прогноз. И вот уже, уже, ой, солнышко. Уже входим, практически входим в Мессинский пролив. Вот сейчас, видите, там вдалеке где-то рябь. По идее, она должна нас подхватить. Ну, по крайней мере, мы надеемся, что хотя бы в Мессинах прогноз на ветер сбудется. Потому что, ну, уже честное слово, как бы, который день мы идём, нам должен быть попутный, а он дует ровно в нос. То есть, прогноз почему-то всегда у нас сбывается, когда это плохой прогноз, и когда в морду. Когда благоприятный в корму, почему-то он не сбывается. То есть, ну, вот, если нужно уточнить прогноз погоды, вы в нашем регионе, обязательно обращайтесь, спрашивайте, в каком направлении мы идём. Вот, значит, ветер будет из этого направления дуть. То есть, можно прогноз принципиально не смотреть. Сразу пишите нам смсочку в фейсбуке, и мы вам говорим. Идём на север. Всё, значит, можете смело идти на юг с попутным. Вот мы ворвались в Мессины. Уже буквально полмили, и мы пересечём как раз границу входа. Даже меньше, чем полмили. Рыбачки гуляют. Вот начинает здесь вот эта вот рябь, уже знакомая нам. Правда, в прошлые разы мы видели её гораздо более такой весёленькой. И вода прям кипела сейчас. Ну, вот она более спокойная, эта рябь. Вот мы заходим. Ветер уже начал подхватывать потихоньку. Распустили мы стоксилёчек. Вот, ветра всего-то на всего шесть. Там был порывчик до десяти аж. Мы прям ускорились, но не сильно, правда. Немножко сейчас добавили двигателя, чтобы повеселее шло. А, нет, смотрите, мы уже прошли, получается, вход в Мессины. Ну, всё, всё. Вот она, так сказать, граница морей. Вот так народ на 16-м канале развлекается. Какое ваше... Это нормальная речь пошла. Вот мы и в Мессинском заливе. Ветер нас подхватил. Идём 2,6 всего лишь. 2,7. И течение, кажется, сопротивляться с того нам. Не успели мы, кажись, на самое интересное. Ну, что делать? Не успели, так не успели. Прорвёмся. Да. Хоть ветер, по прогнозу, совпадает чуть-чуть. А вот какое здесь активное судоходство в Мессинах. Переговоры постоянно какие-то ведутся по рации. Кто-то просто туда кричит. Вот и зевает. Да. А вот там вот паромчик, сейчас вот этот пройдёт, проскочит, посмотрите. Там паромчик Trend Italia. Trend Italia. О чём нам это говорит? Правильно. О том, что это поездатый паром, который возит поезда. Вот так вот. Он ещё как у корабли идёт с надстройкой высокой. издалека даже на военный похож, но, кажется, нет гражданская судёнышка. Ох, прям как самолёт выглядит. Так там поезд как раз. Вот, видишь, вон. О, ничего себе, это поездовоз. Или иными словами. А вот как раз первый вагон тепловоз. А. Вот они. поездатые паромы. Неси на катание. Во все стороны. Там ещё, ещё со всех сторон. Нам просто пришлось маленько прибавить ходов. Так что, что-то надо было с ним срочно расходиться. на течение мы опоздали, судя по всему. Идём против течения, как обычно. Хотя прогноз всё ещё говорит, что слабое, но должно быть попутным. Но как-то не идёт. Что-то такое. Ну всё, проскочили вроде. Паром скоростной катер. Классно. Едет очень быстро. Билет на него, наверное, подороже, чем год. Вот такой. Штука ночью мимо, когда проходит такая шкафина. Стремно немного. Вот он у нас поворачивал, тот поворачивал. Одно успокаивало, что его пайлот сопровождает. Ну, сейчас по левому борту мы не видим. Вообще, такая тень просто чёрная. Вообще, да, конечно, в Мясинском проливе судаходство, то ещё. Звуки какие-то, как будто бы ветер сильный. А ветра-то всего 14. Странность какая-то. Ждём себе на бабочке. Сволнащики. Никого не трогаем. Такие у нас показатели нынче. нынче. Нормально вроде. Ну что же, вот мы идём под парусом. Как вы видите, чёрный кранчик. Блин, жалко. Вроде луна есть. Идёт подсветочка от ходовых. Ну вот, что есть. Ладно, расскажу тогда, как это выглядит на самом деле. Когда видно. так вот, сейчас у нас взяты три полки рифов. Ну, как полки, понятно, что на закрутке тяжело, но сопоставимо с тремя полками рифов на гроте. Полностью открыт стаксель. Ветер гуляет по силе, по направлению практически стабильно, где-то там от 110 до 140 градусов, от 14 до 22. Поэтому рифы взяты на гроте, чтобы не приводило сильно. Хотя, в принципе, вполне себе попутный. Но, посмотрите, обратите внимание, что мы находимся сейчас уже, скажем так, за пределами, практически за пределами горлышка узкого Мясинского пролива, но при этом скорость у нас не набирается. То есть, идём сейчас еле плетёмся три узелочка. Хотя, буквально, вот, когда мы сидели так сказать, смотрели сериал, наслаждались видами на вечерние Мясины, ну, не Мясины, а окружение Мясинского, потому что городов здесь очень много, практически всё побережье в фонариках. так вот, когда мы сидели, мы шли пять с половиной узлов, то есть, течение было, то ли, оно как бы отсутствовало, наверное, какой-то период времени, то ли помогало, ну, мало вероятно, что помогало, в принципе, при ветре 16-17, мы пять с половиной так и ходим обычно, без течения на Бакштаге, да, поэтому учитывайте, если вдруг окажетесь в Мясинах, что действие течения, да, оно распространяется как бы не только на саму узкость, но в том числе, даже когда вы уже выходите из узкости, ну, выходите, ладно, это не так страшно, вот когда подходите, да, уже к узкости, если вы только заходите с южной стороны, учитывайте, что течение начинает уже в полном объёме действовать, ну, посмотрите, 23, 23 ветра, три узла скорости, 3,3, ну, понятно, да, что течение делает своё дело, потому что мы должны лететь сейчас 6-7 узлов, 7, наверное, должны точно лететь, мы идём только вот буквально там 4, поэтому учитывайте этот момент, соответственно, если ветер не попутный, а встречный какой-нибудь бейдвин, то к берегу лучше не прижиматься, да, потому что течение может затащить на берег, а парусности силы парусов может не хватить, что может ещё встречная волна быть, ну, как бы понятно, да, что когда такое течение лучше держаться от берегов подальше, особенно если ещё и ветер жмёт на берег. Если ветер жмёт от берега, то, в принципе, можно идти вот как мы, у нас до берега достаточно приличное расстояние, наверное, около мили, да, наверное, около мили, то есть, в принципе, с учётом того, что я сижу, несу вахту, вот там вот город, ну, как я, естественно, увижу, если вдруг будет резкое сближение, с берега мили, это более чем достаточно для того, чтобы отреагировать и как-то повернуть. Да, вот каждый раз смотрю на компас, он у нас реально какой-то адский в камере, причём вживую он смотрится абсолютно спокойно. Здесь, видимо, темно, поэтому, поэтому такое дело. Смотрите, ума сегодня нас почтила своей четвертинкой, но, к сожалению, к сожалению, уже скоро она, видимо, уйдет. Там вдалеке из луны засеточка не видно, а вот-вот фокусируется это уже Тармина, то есть, грубо говоря, могли бы мы пойти в Тармину и оттуда направиться уже там в Кутро или в Рачелу или ещё куда, но исходя из прогноза, прогноз крайне неблагоприятный будет в ближайшем, буквально сейчас ещё полтора суток пройдёт, а после этого будет как следует штормить. к Рачелу мы решили не идти, пережидать шторм, потому что 40 евро за ночь, то есть, нам минимум три дня стоять ждать, а это, соответственно, уже 120 евриков, поэтому мы сейчас стремительно идём сразу же в Кутро, исходя из навигационной карты, там внутри бухты, внутри порта есть бухта дополнительная, где можно вставать на якоре, по крайней мере, подписано Анкоридж-Ария, и, соответственно, снимки из Google Maps со спутника, показывают, что действительно там лодки стоят, ну вот, мы поэтому стремимся туда, у нас есть запасные бухты, куда мы можем зайти, в случае, если совсем станет плохо, например, Ла Костелло, мы можем просто не успеть до шторма, и не сможем обогнуть мысочек, жаль, не видно волну, ну, не волну, а то, что мы там рассекаем воду, так вот, если мы не успеваем, мы не будем бороться против 40-50 узлового ветра, который, по прогнозу, идет в лицо, и спрячемся в Ла Костелле, ну, что же, до свидания, Мессины, до свидания, Сицилия, скоро мы свернем за угол.